приветствую вас сейчас я хочу показать вам тепловизор тесто 881-2 такой небольшой обзор так сказать с руки тепловизор поставляется в таком вот пластиковом пыле влага защищенном кейсе также защищен от ударов что мы можем здесь видеть сам тепловизор дополнительный дополнительная насадка на объектив которая необходима для работы с объектами высокой температуры чтобы матрицу не повредить блок питания от которого можно как питаться так и заряжать аккумулятор встроенный в тепловизор флеш-карта кейс под флеш-карту флеш-карта сразу же установлена сейчас в тепловизоре там своя кестовская флешка производства теста здесь есть ключик шестигранник для того чтобы устанавливать тепловизор на штатив этот ключ нужен для того чтобы к тепловизору прикручивать вот такую вот платформу пробковое дерево здесь какой-то ремешок документация ну и под самим тепловизором можно найти гарнитуру сенхайзер для того чтобы делать голосовые заметки в момент проведения тепловизорных осмотров это очень удобно так как можно запоминать место съемки например делать голосовую заметку и говорить в нижней части левой стороны дома теплопотеря по фундаменту потом вы сохранять эту заметку и уже когда работаете с программным обеспечением за компьютером вы можете слушать свои голосовые заметки ну и конечно написать что-то сам тепловизор такой вот увесистый достаточно находится в пластиковом таком прорезиненном защитном кейсе который можно снять он становится меньше значительно если вы снять но я его не снимал никогда на осмотрах не снимаю с левой стороны слот для установки флешки потом usb для подключения кабеля чтобы скидывать фотографии и разъем для подключения микрофона также разъем для подключения зарядки и питания тепловизора с другой стороны тепловизор тоже есть такая заглушка но это просто заглушка то есть видимо декоративные может быть и других моделей каких-то она могла использоваться но она вот это вот настройка фокусировки она может быть здесь ручная очень хорошо что в этом тепловизоре есть возможность фокусировки когда она стоит ручная фокусируется с помощью вот этого кольца вручную ну и также можно переключить в механическую фокусировку тогда фокусировка будет производиться качелькой под над курком включили сюда рукой уже не покрутишь и вот этой качелькой сам объектив будет туда-сюда ходить и производится фокусировка здесь есть две функциональные клавиши перемещение по меню и джойстик у него есть несколько положений влево вправо вверх вниз ну и окей это подтверждение также есть кнопка escape это для того чтобы перейти на шаг назад меню либо выйти ну и соответственно кнопка выключения тепловизора загружается где-то секунд 15 может 20 сейчас крышечку объектив достаточно большой объектив на лицевой части тепловизора имеется яркая светодиодная подсветка которая позволяет когда вы производите осмотров в труднодоступных каких-то местах подсветить чтобы вам было видно но и также здесь вы видите посерединке камеру видимого спектра и как раз вот эта подсветка она помогает делать видимые снимки ну достаточно хорошего качества в трудно таких плохо освещенных местах ну и над объективом слева вот эта вот маленькая такая точечка это лазерный указатель так сказать лазерный целеуказатель что тоже удобно когда вы производите тепловизионный осмотр в присутствии заказчика вы можете ему указать на проблемное место не просто пальцем вот вот здесь вот а именно лазерным лазерной точкой тепловизор включился ну и как пример вот наведем на стену это внешняя стена комнаты одной из комнат сейчас переключился для удобной фокусировки чтоб одной рукой здесь можно менять различные палитры и подбирать палитру под условия съемки то есть какие-то удобно для внешних осмотров домов какие-то удобно для таких вот внутренних осмотров помещения но это сейчас неважно в какой палитре производится осмотр потом в программ обеспечении вы можете выбрать также любую палитру там настроек очень много на самом деле сейчас вот здесь например видно пожалуйста это трубы батареи отопления видно что одна холоднее другой теплей температура там окна дырявые все там инфильтрация есть воздуха и охлажденной поверхности на самом деле та температура кота которая отображает сейчас вот в центре она она условно потому что вообще под каждое условие съемки нужно правильно выставлять коэффициент отражения излучения настройках есть возможность выбрать например вот такой вот режим двухточечный это позволяет сравнить два объекта сравнить разницу по температуре вот например слева видеть 25 градусов стена справа 22 более холодные также один из наиболее удобных режимов измерений здесь это холодная горячая . сразу на экране показана максимально холодная . максимально горячая . которую обнаружил тепловизор можно сделать сразу фотографию нажимаете на курок делать с фотография неважно на самом деле какие точки здесь у вас были выбраны на отображении потом в постобработке в приложении вы можете выбрать сами точки какие хотите понаставить можно записывать аудиозаметки про которые я вам уже говорил вот для того чтобы сохранить повтор нажимаете курок и изображение сохраняется что здесь еще есть можно посмотреть изображение сделаны и нажимаете показать изображение попадаете в галерею можно создавать папки удалять папки изображения просматривать когда вы открываете просмотр вы сразу видеть тепловизионную картинку и внизу картинка видимого спектра когда вы будете скидывать на компьютер это не будет в таком виде эти два изображения не будет отдельно здесь они просто для удобства просмотра накладываются друг на друга пожалуйста это лазерный указатель на проблемное место что очень удобно можно включить подсветку подсветка достаточно яркая светодиодная нажимаете кнопочку свет свет да и вот они включили светодиоды достаточно яркие и можно теперь как самому смотреть в каких-то труднодоступных местах что там где там какие проблемы есть ну и также делать фотографию чтобы на фотографии было что-то видно в темноте эти кнопки можно назначать по своему желанию на одну из каких-либо функций на подсветку на лазер на палитру и так далее вот у меня назначены палитры и свет здесь максимально такие часто используемые функции так сказать ну и теперь прямо так с экрана вам покажу немного программ обеспечения не очень наверное будет видно но ничего страшного приложение бесплатное производители теста можно скачать официальном сайте для примера откроем одно изображение тепловизионное и вот пожалуйста изображение тепловизионное изображение видимого спектра здесь шкала температурная вы можете делать какие-то отметки какие-то области выделять вы можете в этих областях изменять коэффициент отражения коэффициент излучения ставить точки и отметки температуры и очень удобно внизу можно писать описание каждого изображения взяли написали изображение написали взяли написали описание потом нажали кнопочку сохранить и это описание сохраняется под конкретно этой этим изображением потом когда вы будете добавлять в отчет эти описание останутся нажимаем кнопочку отчет и есть мастер составления отчета это такой серьезный помощник человек который занимается тепловизионными осмотрами выбирайте шаблон отчета ну например ну вот один там maxi picture выбирайте это будет большая картинка тепловизионная моя малая картинка видимого спектра добавим еще какой-нибудь файл например вот этот но можно еще какой-нибудь добавить следующем пункте информация по объекту а здесь описание работы и указывается название отчета который будет писаться на каждой странице потом дата проведения измерений дата составления отчета в кратком описании работы что хотел от вас заказчик пишите найти теплопотерить например в помещении далее на следующем шаге вы пишите вывод обязательно по тепловизионному обследованию вы его можете ранее составить в вордовском файле потом сюда просто скопировать и нажимаете кнопку далее и система автоматически создает документ в котором размещает все тепловизионное изображение видимое изображение комментарии к изображениям ваш вывод а также другую техническую информацию такую как серийный номер тепловизор дата съемки время съемки там температуру если вы указывали какую температуру точек коэффициент излучение отражения ну и в общем много всякой информации очень помогает эта программа составление отчетов конечно некоторые шаблоны очень перегружены технической информации и иногда они эта информация как имя файла да она не нужно просто заказчику вот ну надо смотреть по шаблонам какие здесь бывают шаблоны то еще хочу показать вам как извлекается аккумуляторная батарея нажимаете в нижней части вот эту кнопку и извлекаете батарею батарею можно перебирать на самом деле отдавать специалистам которые там за пару тысяч рублей переберут батарейку переберут эти заменят там элементы питания и она будет как новенькая у меня вот в этом тепловизоре уверенно хватает на там несколько часов там два-три часа постоянной работы на осмотре спасибо что посмотрели всем пока